Особенности, рабочее состояние и воздействие в этом состоянии на тело человека мы можем разрушить причину стресса. Вот этот вредоносный паттерн, который на себя забирает огромное количество энергии, не позволяет нашей тонкой энергии двигаться правильно, осуществлять другие функции, высшие психические функции, духовные. Сейчас мы разгрузим верхний мышечный комплекс и постараемся проработать крупные суставы плечевого комплекса. Мы сейчас прорабатываем трапециевидную мышцу и мышцы вдоль позвоночника. Мы напрягаем мышцы через отведение рук, и, соответственно, сухожилия, которые привели в напряжение мышц, подают в голову постоянный импульс о том, что должна происходить какая-то работа. Но работы не происходит. В этом парадокс. Вот эта обратная связь, разрушение паттерн возникает в тот момент, когда мы проводим большее время, чем мозг способен отследить это состояние напряжения, и воздействие, просто воздействуя на мышечные зоны, мы добиваемся того, что происходит релиз. Мозг уже не отслеживает ситуацию, он расслабляется, и эмоции, которые накопили, записанные в этой области, они таким образом разрушаются. Соответственно, приток энергии, приток крови позволяет восстановить нормальное кровообращение мышц и вообще в целом. Ведь наша цель – заставить организм заняться саморегуляцией. То есть процедура, она не работает только в течение часа во время проведения массажа. Она будет работать в течение нескольких суток. Но это надо делать всё равно регулярно. Поэтому на Востоке занимаются лечением, когда ты здоров, и этот процесс не останавливается. Это всё один комплекс. Он состоит из разных элементов. Мы даем возможность расслабить мышцы максимально. Как видите, ничего сложного нет. Важно понять алгоритм. И научиться этого может любой человек. И делать это можно практически в любом месте. Не требуется ни специальная одежда, ни какие-то масла, ничего. Главное было бы желание и хотя бы какие-то элементы, навыки в работе. Это упражнение позволяет убедиться, что работа тазобедренных суставов достаточно хорошо поставлена. Нам беспокоиться ни о чем. Мы продолжаем работать группами мышц нижних конечностей. Отводя ногу, мы их напрягаем и мягкими движениями достигаем максимального расслабления. Как видите, в процессе массажа мы используем исключительно вес своего тела и совсем незначительные усилия для работы руками. Часто можно применять и работу ног, и вес своего тела. Как, допустим, прорабатывая нижние конечности. Также это можно технику выполнять. И на руках. При этом стопы нашего пациента просто лежат. Казалось бы, мы практически ничего не делаем. Но если мы спросим нашу модель, то она нам скажет, что в этот момент она испытывает очень положительные эмоции. Но главное не перебрать. То, что мы делаем, это и является акупрессурой. При этом мы можем работать в широких зонах, а можем прорабатывать отдельно по сценам каждую точку. Всё зависит от нашего желания, времени и в результате цель той или иной процедуры. В данном случае мы имеем цель просто оздоровительную технику, показать, как её эффективно и просто можно применить в любых условиях. Направление важное. Важно соблюдать дыхание и контроль за тем, что ты делаешь. Это упражнение позволяет при, опять же, огромной простоте достигнуть максимального воздействия на мышцы. Сейчас довольно-таки болезненно. Ну, конечно, не цель наша вызвать боль и подтвердить. Но поверьте, что подобное упражнение вызвать может очень легко сильную боль. Если человек слабо поддаётся изгибу, значит, он давно не занимался собой. Значит, с ним нужно работать чаще и гораздо в большем объёме. Да, безусловно, модель наша очень подготовлена для этого. В конце мы позволяем нашему пациенту прийти к более активной форме. При этом это делается через мягкие расслабляющие движения. Но мы активизируем его энергию. Давайте ручки. И если он заснул, мы выводим его из этого состояния. Очень важно, чтобы в конце человек не потерял ощущение гармонии, спокойствия, умиротворения. Пожалуйста, вперёд. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...